В концертной программе пятого по счету фестиваля, поверь в себя, предшествовала традиционная выставка творческих работ воспитанников территориальных центров социального обслуживания населения Брестской области. Результат рукотворного труда людей с ограниченными возможностями по-настоящему впечатлил. Сувениры выполнены в разных техниках, открытки, картины буквально ювелирной работы. Этим ребятам удалось удивить публику. Впрочем, удивляли они и со сцены. Программа фестиваля, подготовленная молодыми людьми, под руководством педагогов назвать насыщенной мало. Каждый номер был не похож на другой. Мелодичные песни сменялись восточными танцами, театральные постановки, рок-выступлениями. Через сцену можно показать возможности каждого человека. И мы очень рады, что в этом мероприятии принимают территориальные центры участия. И еще одна из важных причин, которые мы проводим, это чтобы показать и студентам, которые мы приглашаем на это мероприятие с нашего университета имени Пушкина. Ведь они приходят со стороны педагогического факультета, психолого-педагогического факультета. Это их будущая специальность. Они смотрят на тех, с кем им в будущем нужно работать. В фестивале приняли участие воспитанники отделений дневного пребывания и территориальных центров в Столино, Березы, Дрогичино, Каменце, Московского района города Бреста, а также общественных организаций. Поприветствовать всех присутствующих на сцену поднимались представители власти и духовенства. Мероприятие стало настоящим праздником для людей с ограниченными возможностями, их наставников и, конечно, родителей. Для мам, для родителей, для детей такого плана это очень важно. Все организовали дети вместе? Да, да, вместе с учителями, с педагогами, да, совершенно верно. Моя Надя туда с удовольствием. У нее болезнь дауна, конечно, там есть дети немножко тяжелее, но это прекрасный коллектив. Я вам сразу, я вас убеждаю, это замечательно. Такие мероприятия очень нужны, как информация, что такие люди есть, и они могут больше даже, чем мог бы себе представить здоровый человек, ну, ребенок тот же. Порядка полутора тысяч людей с ограниченными возможностями сегодня проживают только в московском районе города Бреста. За поду о 76 инвалидов об организации их досуга осуществляет территориальный центр. К выбору воспитанников 10 кружков разной направленности. Найти себя в том или ином виде творчества может каждый. Главное желание, а оно у них огромное. Фестиваль «Поверив себя», подготовленный большим коллективом государственного учреждения, это доказал.